БЕРДИ БУЧ Вот что лично меня может заставить покинуть проект В целом, в целом две вещи Первое, недоступность авиации в этих самых совместных Второе, появление маркеров, которые собственно уже были в ТРБ И то и другое сразу же вызовет у меня желание скипнуть тундручку К счастью, такого пока не происходит Но давайте рассмотрим мнение и чаяние обычного танкиста, который играет в РБ и не использует авиацию совсем Я знаю многих, кто выбрал для себя такой путь Некоторых удается уговорить попробовать таки полетать Некоторые не согласны ни за какие ковришки В общем, заходит наш друг танкист в бой и в один прекрасный, а это именно прекрасный момент Ему наиблет падает чемодан Скорее всего, он его совсем не ждал и очень не рад такой посылке И конечно же, мы его прекрасно понимаем Тут приводится довод, что танк ничего не может сделать самолету В целом да, но ведь и не должен К тому же в игре есть способы И способы эффективные бороться с любым видом техники Я понимаю, что если человек не хочет играть на чем-то То и не нужно его заставлять Так почему же я должен терпеть авиацию, если я ее не использую? Верно, не используете Ровно как и не используете всех возможностей, которые вам предоставляет игра Так сложилось, что в игру играют выходцы из картошки Которым самолеты не интересны как класс Так и люди, которые целенаправленно пришли в проект ради тех самых Усердно рекламируемых сражений наземки, авиации и флота К сожалению, гайдины пока не спешат засовывать в один бой все три класса Тем не менее лично для меня совместные бои это и есть самая главная изюминка и фишка игры Есть группа людей, которые просят вести ТРБ без самолетов, параллельно оставив теперешний ТРБ Честно сказать, я не знаю сколько процентов игроков туда перейдет Может быть 70, а может быть и всего 10 Подключим теперь немного личной ответственности Все же мы прекрасно понимаем, что Тундра проект уникальный Такого нет в картошке и нет в АВшке Именно поэтому сюда приходят люди Это не единственная причина, но на мой взгляд она играет совсем немалую роль И я свято убежден, что если стараться переиграть картошку на ее же поле То проект рискует не то, что не найти новых игроков Он по дороге может растерять и старых, которых если честно и не сказать, что особо много Поэтому я отказываюсь понимать людей, которые постоянно норовят перекроить игру под себя Мне вообще чужд такой подход Не умеешь учись, не получается, старайся лучше Не нравится, уебывай Ладно, уебывать не надо, и так онлайн маленький Может быть я бы играл в СБ, но я пока что не обучен там летать И если вы успели заметить, я не прошу убрать самолеты из СБ У меня есть знакомые танкисты, не летающие практически никогда Которые уверены, что пилотки это особый класс уродцев, которые обожают однокнопочный геймплей Это дословно Ну что там делать, кнопку нажал, танк убил Интересно Но я говорю им, попробуйте Ай Для тех, кто не летает, стоит пояснить Конечно, научиться эффективно использовать авиацию в тундре не очень сложно Но и за один день у вас вряд ли тоже что-либо получится Во-первых, взяв самолет, вы можете пасть жертвой вулчера Если вулчера поблизости не оказалось, вы спокойно тарахтите к полю боя На подлете вас, скорее всего, заметит пилотка вражеская и постарается вероломно атаковать Если вы играть не умеете, вы слились Танков еще и близко не видно, а проблемы уже появились И это уже не однокнопочный геймплей Но, допустим, небо чистое Вот сейчас-то я нагну, думает танкист-пилотка Нагибать, к слову, нужно в большинстве случаев ракетами или бомбами И ими тоже нужно учиться играть Лично я предпочитаю ракеты, бомбами я работаю крайне непродуктивно Не стоит забывать и про постоянный нерв авиации К-класса То есть гнуть в 1.63 было куда легче, чем в 1.77 И, конечно же, не стоит забывать о лучших друзьях пилотов, зенитчиках Если за вами наблюдает Вирбельвинд или британский Крусейдер Ваш однокнопочный нагиб подарит вам букет ярких эмоций и впечатлений Я не умел летать на самолетах, когда пришел в тундру Но я учился и продолжаю это делать И у меня нет злости, когда меня забирают с воздуха Просто потому, что я сам могу делать так же Но если бы не мог... Да, это бы крайне раздражало А еще есть универсалы Под этим словом подразумевается, что человек использует и наземку, и авиацию Универсал, в принципе, звучит гордо и почетно Но на практике чаще оказывается, что универсалом себя считает любой школьник В целом, жопоруки и практически бесполезны для команды Я не говорю про школьный возраст Я говорю о том, когда школьник — это состояние души Ставьте лукасики, подписывайтесь на наш канал Это, так сказать, всячески приветствуется Вступайте в нашу группу ВКонтакте Вступайте в прекрасный паблик «Panzer Sofa» Ссылка, как всегда, в описании С вами был Бёрди Будь, друзья До новых встреч Peace Субтитры создавал DimaTorzok